У нас, я считаю, в обществе нужно в первую очередь поменять сознание, потому что в Европе инвалид — это совершенно полноценный человек, и столько вот этих домов инвалидов, и видишь, что инвалид, и вся семья рядом с ним, и все с ним обращаются как совершенно с полноценным человеком, никто на него не смотрит, как на изгоя, никто его не боится. В кафе, когда идешь, сидит столько инвалидов, которые, получается, тебе могут позволить сидеть в кафе, очень достаточно большое количество пожилых людей. В нашем же обществе инвалид — это какой-то изгой, да, это человек с ограниченными возможностями, такое впечатление, что он даже с ограниченными умственными возможностями, потому что у людей появляется какая-то, ну, не то чтобы резгливость, а отторжение как-то. Я не видела, не вижу здесь инвалидов так же окруженной заботой семьи, потому что, к сожалению, здесь каждый выживает как может, и инвалидов принято либо куда-то сдавать, либо вообще про них забывают, отказываются. А вот именно чувство семейности, где, действительно, семья, которая возит инвалидов по праздникам, выезжает, к нему относится, естественно, как к полноценному человеку, у нас это не привито, потому что, я считаю, у нас, что касается и телевидения, что касается и семьи, у нас вообще не любят. У нас пишут, что вот, да, инвалид, требуются деньги для лечения, требуется то-то, то-то. Но как само отношение к инвалидам у нас оно фактически нигде не рассматривается, что это такой же человек, как и ты, и ты можешь оказаться в такой же ситуации. И он тоже хочет быть здоровым, он хочет точно так же, как и ты, там, сидеть за компьютером, пользоваться теми же благами. Вот поэтому та программа, которая была выделена, у меня сложилось впечатление, что деньги просто не доходят до самих инвалидов, потому что я очень много общаюсь с инвалидами, и я не чувствую, ну, сами инвалиды признаются, что помощи как таковой, где-то деньги пропадают на середине пути или доходят самые крохи, что, в общем-то, как не было какого-то там снаряжения, то его и нет. И самое главное, что у нас нет никаких приспособлений для инвалидов, какие бы у нас ни были красивые кафе, красивые магазины, но инвалид туда не заедет, не зайдет, потому что это нереально. И те же подъезды, только, может быть, еще в какие-то аптеки, у нас здесь сделали вот эти вот, набили дощечки, по которым сможет заехать коляска, но это очень единица таких аптек, а вот такой глобальной программы, хотя бы, если мы не можем обеспечить, что нужно обеспечить инвалиду доступ в любое помещение, к сожалению, у нас этого нет. И я считаю, что здесь тоже нужно уделить очень много времени, очень много внимания, потому что эти люди и так, ну, как бы, выживают сами. Если мы не будем помогать, если не будем создавать условия, и даже снимать про них фильмы, ведь у нас ничего не снимается, ни фильмов, ну, как бы, ни документальных, ни художественных, хотя бы отношение к ним должно быть такое, как за границей, когда действительно вот ты смотришь и радуешься, и ни в чем человек не чувствует себя ущербным. Вот я просто как-то была здесь, в загородном отеле в Подмосковье, и видела, как инвалид с парализованными ногами, его помогли, вынесли воду, он там полоскал, сидел просто. И многие люди просто ходили, размирались с администрацией, почему мы обязаны купаться в этой же воде. И администратор говорил, ну, люди, вы что, это же просто человек, который не может ходить, он же ничем не болеет, он не заразный, и не самые лучшие люди, скажем, опять какая-то семья стала кричать, мы додали такие деньги, я не буду сидеть парализованным, это не ванна, это маленький бассейн, уберите его отсюда, либо возвращайте нам деньги. Я стояла вообще в состоянии шоков. Мне было больно, во-первых, мне было жутко стыдно перед этим человеком, который сидел и все слушал, у него на глазах были слезы. И я вспоминаю, когда я приезжаю в любой спа-центр за границей, что, господи, сколько этих колясок лечется, сколько различных людей плохо ходит там, и, господи, и никто на них совершенно никакого внимания не обращает, потому что такие же люди, они тоже хотят лечиться, набираться здоровья. И вот в этом плане наше общество очень нездорово. Вот нездоровая та семья была, которая, в общем-то, при этом человеке разбиралась, администрация требовала убрать его из бассейна.